Всем привет! Ну что, настал день поездки, ведончик, конечно, у меня так себе. Уснула в час ночи, проснулась в 6 утра и уже как пчёлка дособирала вещи, муж проснулся всем. Сейчас, кстати, на часах полвосьмого, мы думали в часов шесть выйдем, но в итоге мы не повыспались, пока собрались. Сейчас вот мы уже догружают в машину последние вещи, мы уже с Маркушкой собрались, оделись. И будем выезжать. Дорога у нас займёт примерно 4-5 дней, 3600 километров. Выезжаем мы с Нижневартовска и едем в город Снежное, Донбасс, да? Так что, в общем, вот так. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Пожелаем хорошего пути. Машина забита полностью. Не знаю, как мы сейчас остальные вещи догрузим, потому что куча просто всего, куча-куча всего. Машина забита. Маркушку тоже вон разбудили, тоже с мешками под глазами. Я вообще плохо спала, плохо... Поздно уснула, так что, в общем, не выспались. На часах 8 утра, и мы уже выехали. Говорится, в добрый путь. Маркушенко вон сидит с игрушками. Коляска наша. В общем, загрузились, всё взяли. Так что выезжаем. Сейчас на заправку заедем. До полного бака и вперёд. Сори, конечно, за мой вид. Буду такая немножко страшненькая в поездке. Заехали на заправку Роснефть. Первый раз на ней заправляемся. Посоветовали, сказали, очень классно. Заправили мы 42 литра на 1900 рублей. И муж оформил вот такую карту. Называется семейная команда. Они дают три карты. Три члена семьи могут брать карточки. И бонусная система одна получается. Я, допустим, к примеру, заехала, использовала муж. А бонусы одни и те же. Так что, в общем, прикольно. Посмотрим, какой бензин. И будем пользоваться теперь этой заправкой. Раньше муж заправлялся либо на Лукойле, либо на Газпроме. Субтитры сделал DimaTorzok Проехали километра где-то 160. У нас первый привал. Сейчас будем кушать огурчики, сырок, колбаска, кофеек, помидорчики. Тут хлеб. Ребенок. И я беременная. Наконец-то дождь закончился, потому что был дождик, распогодилось. Люди как свиньи просто. Мусора ужас. Хоть солнышко начало светить. Приятнее ехать. Ну как, вкусно тебе на багажнике? Посадили его, а то он бегает. Машин много. Кушаем, да, сынулечка? Ну что, подкрепились. Переставили маркушки кресла посередине, чтобы ему было намного удобней. Чтоб дорогу смотрел прямо. Все, едем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... У нас следующая остановка. Проехали 330 километров на часах в 2 часа дня. Маркушку немножко раздели, потому что ему жарко. Если взрослый еще может потерпеть, ребенок уже начинает за полдня показывать истерики. Снова дождь пошел, только остановились и пошел дождь. Даже не постояли и не побегали. Заехали на заправку. Здесь кафешка есть. Взяли маркушки лагманчик покормить. Мы что-то с мужем не хотим, но маркуха что-то не хочет. Ему побегать хочется. Вон побежали. И горшок с собой взяли. Он бегать хочет. Уже ребенок устал очень сильно. Уже ему терпения не хватает. Уже психует, нервничает. Либо уже бы заснул, хотя бы часик поспал бы. Что-то мы взяли лагман, а он и не хочет. Кушать не захотел, зато он хочет в лужах прыгать, да, и бегать. Марк, он же устал сидеть, уже у ребенка истерики. Конечно, тяжело ехать, тем более у нас он гиперактивный. Здесь уже и березки чуть дальше отъехали, зелененькие. Пусть бегает, пусть бегает, да, штаны мочит. Так, поехали, пойдем, пойдем, по лужам большим не надо ходить. Стоим, в общем. Кушать не захотел, муж поел лагман, а Маркуша не захотел. Ему бегать хочется. Спасибо, и у мамы уже обувь мокрая, да, шкодник? Ай-яй-яй. Сейчас вот стояли небольшие пробки, ждали, пока загорится светофор, здесь вот меняют асфальт. Хотя здесь вот асфальт нормальный, а здесь вот снимают. Опять ремонт на дороге, опять тут светофор регулирует движение. Сначала одна полоса приезжает, потом вторая. Наконец-то наш ребенок уснул. Пол четвертого он только уснул, хотя разбудили его всем утра. Сидим с мужем, разговариваем, как по месту там ездим, по городу, так он по два раза успевает засыпать. А это едет, никак не мог заснуть. Кашку съел с упаковочкой. Слава богу, заснул хоть немножко, так тишина, спокойствие. А он-то так уже устал, капризничает. Теперь хоть вдохнуть можно спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот проезжаем, строительство моста происходит. Тоже дорога регулируется светофорами. А это, видимо, как-то сделали мостик, чтобы объезжать. Смотрите, как-то прикольненько, конечно. Да, Тюмени осталось примерно, наверное, 400 километров. И здесь вот уже намного больше зелени на деревьях. Березки уже прям стоят с листочками молоденькими. Остановились мы на Газпроме. Маркуша как раз проснулся, где-то полтора часа поспал. Проехали мы чуть больше 500 километров. На часах уже где-то полпятого, наверное. Не знаю, да, примерно полпятого. Заправились сейчас на 1000 рублей. 95-й бензин. 45,95. Здесь. Грузовики, вот дальнобойщики, такие вообще резвые, обгоняют просто. Мы около ста идем, больше как бы не едем. А они прям обгоняют один за одним, прям ужас. Несутся. Муж с Маркушкой пошли оплачивать бензин. И сейчас побегает немножко и поедем дальше. Солнышко светит. Машина показывает 25 градусов. Как я себя чувствую? В принципе, нормально. Знаете, иногда, конечно, какой-то есть дискомфорт. Немножко так тяжеловато сидеть. Вот когда походишь, немножко разомнешься. Вообще классно, хорошо. А так, в принципе, нормально. Живот ничего не это, не болит нормально, в общем. Мы еще, кстати, ничего не кушали. Муж вот лагман Маркушин доел. И все. Что-то как-то не хочется. Перебили аппетит. То сухарики, тупо бананчику съели. И как бы все. У меня, кстати, отеки появились. Я вон в футболке стою. Пузяна. Как раз едем, солнышко светит и прям живот так пригревает. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Ну и мы не знаем, здесь будем останавливаться. Либо сейчас еще по карте посмотрим. Если там чуть-чуть дальше будет гостиница, то дальше остановимся. Либо сейчас сюда зайдем, узнаем, есть ли места. Посмотрим вообще. Уже, конечно, знаете, под конец дня начинаешь уставать. Немножко уже дискомфорт в спине есть. Ну, как, в принципе, и у мужа тоже, и у меня. Целый день, конечно, сидеть тяжело. Уже солнышко зашло. Знаете, прям глаз радует и приятно прям ехать, потому что вокруг все зеленое. Все так позеленело, просто вообще красотища. Ну что, мы решили заселиться уже, потому что 9 вечера, в принципе, знаете, пока доедем, пока что-то найдем, пока покушаем, потому что сегодня еду вообще нормальную не ели. Раз заехали, и то Маркуша не захотел, муж скушал. Маркуша ту колбасу, ту пюрешки, ту эти бананы. В общем, номер стоит 1800. В гостинице Три Медведя 24 часа в сутки работает. Это в Тобольске, вот, подъезжая к Тобольску, в общем, номерок небольшой. Маркуша вот тут уже освоился. Смотрите, мойка, мыло, бойлер, помыться можно где, унитаз, бумага здесь, все есть. Шкафчик с плечиками, стол, стол, полуторка, полотенчики, а мы свои брали. Так, постельная, двухспальная кровать, коврик здесь у нас лежит, окошко, камеры стоят на улице, можно машину поставить, и плазма есть. Так что, в общем, вот такой номер 1800, я думаю, в принципе, нормально, чистенько, хорошо. Хорошо, сейчас освоимся и пойдем кушать. Там тоже очень хорошо, так красиво, уютно, покажу вам. Так, мы уже пришли покушать. Взяли стаканчик сока яблочного, муж взял лагман. Две сардельки, картошка, маркушки, куриный суп с ножкой, три кусочка хлеба и салатик с морковкой. Вот это все обошлось 750 рублей. Но, в принципе, я думаю, наверное, нормально, потому что и порции большие, и домашняя вкусная еда. Идем с лапшой, потому что Марк у нас вообще не поел, ничего не хочет кушать. Как всегда советуют в путешествиях, в поездках останавливаться там, где много дальнобойщиков, значит, места уже проверенные. На часах у нас минут 10-12. Мы пока покушали, уже 11 час. Уже все искупались, все, ложимся отдыхать. Маркушка тоже вроде бы должен уснуть. Вот так у нас день прошел. Кстати, мы вкусно очень поели. На 790, я, по-моему, говорила 750, на 790 рублей мы вот все поели. Даже, знаете, объелись, что решили на следующий раз, если куда-то будем заезжать, то сначала возьмем первое. А уже потом, когда сидим первое, уже если захочется, тогда брать второе. Потому что, знаете, уже кушали как-то через силу. Марк так и не поел. Он опять с кашей. Так что, в общем, вот так. Номер хороший. Все вроде бы хорошо. Чистенько. Постельное пахнет. В ванной тоже все чисто, хорошо. Так что, вот так у нас денечек прошел. И все, уже день подошел к концу. Будем ложиться отдыхать. И завтра снова в путь. Субтитры сделал DimaTorzok